Привет всем и добро пожаловать опять на наш мастер-класс. И в этот мастер-класс мы рассмотрим 5 основных ошибок, которые создает бизнесмен, допускает и создает при этом кризис. И я не придумал эти ошибки, они выбраны из своего многолетнего опыта. И я вам обращаю вашего внимания особенно на эти ошибки, потому что если вы их прослушаете и какие-то из них допускаете, чтобы вы могли себя исправить. Первое. Когда вы управляете персоналом, основываясь на своих эмоциях. Нравится вам человек или не нравится вам человек? Выглядит ли он хорошо или не выглядит хорошо? Когда он к вам уважительный и когда он к вам относится с приятными манерами или нет? Это ужасная ошибка, которую вы допускаете. Вы не являетесь политиком, вам нет необходимости создавать какие-то предвыборные кампании. Вам необходимо управлять людьми, основываясь на их фактической производительности. Ваши хорошие руководители и ваши хорошие сотрудники, они по сути и дают очень хорошую производительность. Они продуктивные, они дают вам результат в работе. И самая распространенная ошибка, которая происходит, это с вашей продажной командой. Ну, допустим, если вы, конечно же, не управляете отделом продаж на очень примитивной основе. Вы оплачиваете продавцом, основываясь на его производительности. Вы даете ему комиссии. И это модель, которую вам необходимо использовать для каждой позиции вашей компании. Продумать те метрики, которые измерят производительность. Продуктивность человека. И вот теперь, основываясь на этих метриках, вы можете управлять. И самую большую ошибку, которую допускают владельцы-предприниматели, когда они не управляют, основываясь на продуктивности, производительности человека. Вы можете держать очень долго в своем отделе финансовом красивую, приятную девушку, потому что она приятно улыбается, потому что она очень красива. Да, это очень приятно, конечно, здорово, что она у вас есть. Однако, какая ценность для компании из этого? Это первая и, скорее всего, самая большая ошибка. Итак, следующая ошибка, которая также очень распространена, это когда вы чувствуете, что назревает какая-то плохая ситуация, что интуитивно вы ее ощущаете, она вот прям зреет, но при этом вы не делаете ничего. Потому что вы будете знать. Какие-то небольшие вещи, детали будут подсказывать, что что-то идет не так. Но если вам не нравится наблюдать или признавать, видеть какие-то сложные и трудные ситуации, вы просто их избегаете. Но плохие ситуации, они лучше не становятся, когда вы их избегаете. Нет, они становятся хуже. Это самые большие ошибки, которые допускают, это очень большая ошибка, которую допускает бизнесмен. Они подозревают, что какие-то плохие ситуации, назревают. Но они на них не смотрят. Они видят плохие вещи, что существуют какие-то плохие вещи в компании. Но они туда не погружаются, они не исследуют это. Допустим, доход начинает снижаться на протяжении уже нескольких недель. Если вы разместите это на графике, этот график будет наблюдаться, что он идет постоянно вниз и вниз и вниз на протяжении уже нескольких недель. И самая худшая ошибка, которую вы можете допустить, как владелец бизнеса, это допущение каких-то ошибок. Когда вы объясняете, что происходит. Что вы думаете о капитане корабля, который стоит на своем капитанской мостике и наблюдает, что на его корабле происходит потопление? Но при этом он никогда ничего не делает. Он что, будет надеться, что ему как-то легче станет, что эта вода куда-то растворится? Может быть, он понадеется, что один из его руководителей вдруг неожиданно решит эту проблему? Я думаю, что сейчас вы поймали идею, о чем я говорю. Не позволяйте плохим ситуациям затягиваться, продолжаться. И очень близко к этому скажу также. Не допускайте оправданий этому. Не оправдывайте, не находите оправдания тем людям, которые не доводят дела или не производят ничего. Оправдывайте то, что у вас идет снижение дохода. Оправдывайте, когда вам клиенты жалуются. Оправдывайте это чем-то. Находите оправдания тому, что ваши сотрудники создают еще больше путаницы и балаганов вместо того, чтобы решить какую-то конкретную задачу или проблему. И я вам так скажу, что в любом финансовом кризисе, который наблюдается в компании, владелец, собственник, руководитель, предприниматель, он допускает вот эти ошибки. Многие растут оттуда. Если вы какие-то из этих вещей делаете, вам по-настоящему следует изменить то, как вы действуете. Поменяйте это и начинайте по-настоящему управлять своей компанией. Не допускайте, чтобы становилось все хуже и хуже. Потому что чем хуже это становится, тем труднее это исправлять. Хорошо. Вот еще нечто очень важное, что нужно понять. И огромная ошибка, огромная ошибка не понимать этого. Это то, что ваша компания является зеркальным отражением вас самого. Что означает, что ваши сильные черты характера, они будут отражаться сильными сторонами в вашем бизнесе. А ваши слабые характеристики, они будут слабостью выражаться в вашей компании. К примеру, К примеру, вы немного застенчивы. Да, вы построили компанию, да, вы запустили ее в работу, да, она развивается, но вам не очень нравятся вечеринки или какие-то гуляния. Вам не очень нравятся такие толпы людей, еще не любите так же тренировать или как-то наставлять своих сотрудников или руководителей. И вы тоже не любите и даже избегаете где-то дисциплинировать людей, корректировать их, где-то какие-то ошибки допущены, чтобы как-то этим руководить. Вам это не нравится? Итак, как это отражается на вашей компании? Если вы слабы в общении, то ваш маркетинг, скорее всего, будет слабым. Это и есть маркетинг, это общение с вашими потенциальными клиентами. Ваши продажи тоже будут слабы. Потому что вы не тренируете и не ведете за собой всю команду. Это то, как ваши слабые стороны станут слабой стороной в компании. И это не только то, что заставит вашу компанию мучиться, это также требует от вас делать какие-то вещи, которые вам не нравятся, которые вам неприятны и которые вы на самом деле не очень любите делать. Поэтому вам следует быть очень объективным в отношении того, какие же у вас сильные стороны и какие же у вас есть слабые стороны вашего характера. Так как все области вашей компании, они должны быть очень хороши. Поэтому здесь требуется определенное свое внутреннее погружение в себя. Оно как в вас сидит, эта компания. И это основные ошибки, которые допускают предприниматели, бизнесмены. И результат этих ошибок – кризис. Итак, в следующем мастер-классе я рассмотрю пять основных слабых сторон человека, которые способствуют и провоцируют кризис в компании. Это плохая новость. Но хорошая новость заключается в том, что трансформация, она возможна. Итак, следующий мастер-класс я вам расскажу со своего международного личного опыта. Самые опасные характеристики человека для своей компании, для своей ситуации в бизнесе. Итак, хорошо. Увидимся на следующем мастер-классе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!